Столетию ТАССР посвящается. 30 декабря 2010 года в Казани открывается новая станция метро Козья Слобода, соединяющая Московский район с Вахитовским и Приволжским. Козья Слобода – самая глубокая из шести. И, похоже, самая популярная. Несколько месяцев ввелись споры о том, какое название ей дать. Среди пассажиров первого рейса и президента Тарстана. Устраивать шоу по поводу открытия станции не стали, ведь уже сам запуск подземки под рекой Казанкой – праздник для горожан. Если раньше в Казанской подземке катались в основном туристы, то эта зима доказала, метро не просто необходимо, а жизненно важно для города. С открытием новой станции число пассажиров по подсчетам специалистов вырастет в два раза – до 100 тысяч человек в день. Мы ездим каждый день. Мы же ведь еще не бабушки, мы молодые девушки. Мы туда-сюда, туда-сюда. Ничего лучше. Даже любая иномарка нас не перевезет так быстро, как сейчас на проспект метро. Пока общее время в пути из конца в конец занимает 22 минуты. К концу января время сократится до 15 минут. Мы впускаем все четыре состава. У нас будет интервальность не 15 минут, а 11,5 минут. И ожидаем получения новых составов. И когда вот эти три состава придут, уже в январе первый состав поступает, постепенно уменьшим интервальность до 8, до 7. Метро ходит, убедились. Сейчас вместе обратно поедем. Трудно переоценить. Тем более, видя то, что творится сегодня на дорогах, огромное количество транспорта. Поэтому эта станция «Козья-Слобода» действительно долгожданная. И я искренне благодарен нашему президенту Рустеу Нургалевичу Мениханову правительству за поддержку столицы. Это огромный подарок, который мы все ждали. Редактор субтитров А.Семкин